Не досчитались положенных денег и работники дошкольных учреждений Свердловской области. Нянечки, логопеды, помощники воспитателей. Хотя надбавки полагались всем сотрудникам детских садов. Почему областные власти не раскошелились, теперь выясняет прокуратура и депутаты ЗАГС Собрания. Но это не единственная громкая тема сегодняшнего заседания. Шумным оказался и уход вице-спикера Георгия Перского. Последний день депутата в репортаже Анжелы Брик. Это мое личное решение. По этому вздоху можно понять, что решение уйти было нелегким. Покинуть Законодательное собрание и политику вообще Георгий Перский решил за месяц до юбилея. Десятилетие своего пребывания в парламенте. Благодарю вас за совместную работу. Впереди большая жизнь, много чем есть интересным заняться. Я этой песне отдал все сполна. Спасибо вам. В своем уже пустом кабинете вице-спикер показывает то, что останется ему на память после стольких лет. Часы с эмблемой ЗАГС Собрания и депутатская карточка для голосования. А в причинах ухода и голосе, разочарования и нежелания больше заниматься политикой в области. Мне это все до чертика надоело. Надоели мне все депутаты. Устал я от жизни такой. Сегодня Законодательная власть является самой низкой по степени авторитета в глазах жителей, избирателей. Полностью подчинена исполнительной власти. Подчиняться сам Георгий Перский не привык. Он из буйных прославился как яркий оппозиционер. Фразы, которыми экс-депутат выражал свое несогласие с руководством области, претендует на сборник думизмов, непридуманных шуток от думцев. Мне ставят в упрек. Извини меня, ты голосовал за губернатора, ты голосовал за председателя правительства, так ты голосуешь за бюджет. Дудки в нос. Как президент внес нам губернатора, так же он его отзовет. Похоже, бунтаря-оппозиционера ЗАГС Собранию будет не хватать. Даже после отставки Георгия Перского скандал. Но уже за его пост. Вице-спикер еще не успел покинуть кресло, как за него разгорелась битва. Вместе с Перским у председателя парламента было пять замов, причем четверо из партии власти. Пора менять ситуацию, считают коммунисты. В законодательном собрании Свердловской области должны быть представители, заместители всех фракций, либо мы не будем участвовать в данном голосовании. Спасибо. Накануне поступило предложение и вовсе сократить должность пятого вице-спикера. Но справедливо-россы решили пойти дальше. У нас на сегодня пять заместителей председателя ЗАГС Собрания. Если вы считаете, что даже убрав одного, будет существенная экономия для бюджета, я считаю, что есть необходимость убрать еще. Людмиле Валентиной вполне будет достаточно одного заместителя. Это в областной думе было всегда. И только сама спикер Людмила Бабушкина от такого предложения не в восторге. А вы как относитесь, если в вашем агентстве оставят одного? Вы как к этому отнесетесь? Давайте эту тему обсудим. Но куда интереснее тему для обсуждения предложила прокуратура. Она представила протест в адрес областных властей и потребовала увеличить зарплаты для всех работников школ и садиков региона. Оказалось, губернатор не исполняет федеральный закон. В документе, подписанном Евгением Куйвышевым, повышение зарплаты предусмотрено только для педагогов. А про школьных врачей, работников столовых и теплопунктов забыли. А это необходимо исправить. Область должна муниципалитетом выделять дополнительные субвенции, там сумма порядка двух миллиардов, для того, чтобы зарплаты не только у нянечек и у всех остальных работников детсадов были на должном уровне. Деньги на зарплаты теперь обязаны предусмотреть. Впрочем, в главном финансовом документе области, как говорил Кот Матроскин, никаких доходов, а расходы одни. Экономическая ситуация в регионе сегодня стала отдельным вопросом в повестке. Ситуация усугубляется еще и тем, что область в долгах. Впервые за всю историю бюджет с рекордным дефицитом. А государственный долг перевалил за 50 миллиардов рублей. Анжела Брик, Алексей Богданов. Новости 41-го канала.